Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Молодший погиб на месте. Водитель фуры не пострадал. На месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водители пассажиров джипа находились в состоянии алкогольного опьянения, передает телеграм-канал 112. К слову, Анатолий Антонович Ефремов – российский политик, губернатор Архангельской области с 1996 по 2004 год. Родился 30 января 1952 года в деревне Малая Тайнокурье Приморского района Архангельской области в семье офицера Антона Андреевича Ефремова и Антонины Васильевны Ефремовой. Окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта в 1975 году. Ленинградскую ВПШ в 1986 году. Кандидат экономических наук. Работал мастером на Архангельском автотранспортном предприятии номер один. В марте 1996 года был назначен главой администрации Архангельской области. В декабре 1996 был избран главой администрации Архангельской области, победив бывшего первого секретаря обкома КПСС Юрия Гуськова. С апреля 1996 года по декабрь 2001 входил в Совет Федерации по должности является членом Комитета СФ по международным делам. 17 декабря 2000 года во второй раз был избран губернатором области, одержав победу во втором туре выборов над бывшим председателем правительства области Николаем Малаковым. С 19 декабря 2003 по 19 июля 2004 член Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Отметим, что в марте 2004 года в третий раз баллотировался на пост губернатора Архангельской области. На выборах 14 марта набрал 26,5% голосов избирателей, занял второе место среди восьми кандидатов и вышел во второй тур вместе с генеральным директором ОАО «Малако» Н. Киселевым. Во втором туре выборов 28 марта набрал 17,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и уступил победу Николаю Киселеву, получившему поддержку более 70% избирателей. Являлся членом Президиума Независимой Организации «Гражданское общество» и Национального фонда «Общественное признание», членом Президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, членом Общественного совета «Внешторг-клуба». Скончался 13 октября 2009 года в Архангельске на 58-м году жизни после продолжительной болезни от опухоли мозга. 16 октября после отпевания в церкви родного села Тойнакурье был похоронен на Кузнечевском кладбище в Архангельске.